Под мини-детский сад 37-й школе выделили двери рекреации на первом этаже. Сейчас отсюда выносят старую мебель. По оценке специалистам работы предстоит много. Нужно менять сантехнику и окна, ремонтировать потолки, полы и стены. Будут кровати, не раскладушки, то есть трехситуционные. Они как раз смещаются на 21 ребенок. Квадраты по санпину, все соответствуют норме. У нас будет площадь, только занята возле окон. И здесь будет кухня, где раздача. Все остальное место – это игровая. Ученикам школы в детский сад хода не будет. Между двумя зонами ученическая и дошкольная вырастет стена. Гулять малыши будут на специально отведенной территории. Там появятся веранды и малые формы. Этот детский сад смогут посещать 120 малышей. В смете у нас заложены прогулочные площадки. Сейчас данная школа тоже стоит на то, чтобы ее огородили забором специальным, соответствующим, как полагается, по санпину. Как только будет забор поставлен, будут вестись работы для прогулочных площадок. Всего в этом году в Братске будет организовано 22 дополнительные дошкольные группы. И питание туда будут привозить. Прогулочные площадки обустроят. Расходы поделят муниципальный бюджет и спонсоры. Мы очень активно работали с предпринимателями, с предприятиями города Братска о их участии в решении вот этой общегородской проблемы. И на сегодняшний день есть положительное решение и участие в софинансировании наших работ от руководства ТЭЦ-6, то есть это Иркутск Энерго. Они выделяют 10 миллионов рублей на производство, ремонтных работ и 7,5 миллионов рублей мы расходуем из средств городского бюджета. Дополнительная дошкольная группа обещает открыть осенью. Комплектация их уже завершена. Сейчас набирают воспитателей, нянечек и другой обслуживающий персонал. Яна Романова, Екатерина Полунина. Новости сейчас.